Ола Амигас, на связи Матвей. И сегодня хочу вам рассказать немного правды о реальной карьере обычного игрока в Крампо Мобайл Блэк Раша. Мы все уже привыкли к заголовкам такого типа, где нам обещают заработок в 1 миллион рублей за 1 день игры. Но я решил выяснить, так ли это является на самом деле. Так что сегодня я вам расскажу реальную статистику и расскажу, как и сколько нужно играть в Крампо Мобайл Блэк Раша, чтобы заработать свой первый миллион рублей. Естественно, все информации, которые вы услышите в этом видео, вы можете за 100% вероятностью доверять, потому что для этого видео я очень тщательно готовился. Успел опросить около сотни игроков по поводу их карьеры и что они на этот счет думают. Ну а также почитал реальную статистику. После просмотра этого видео ваша игра уже никогда больше не будет прежней. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель. Если ты впервые на моем канале, если ты так же, как и я, играешь в Крампо Мобайл Блэк Раша, то обязательно оформи подписку. Тут ты сможешь найти, возможно, лучший контент по нашему Крампо во всем СНГ. Ну а если ты по каким-то причинам до сих пор не играешь в эту лучшую Крампо во всем мире, то, чел, я тебя вообще не понимаю. Да-да, именно сейчас пришел тот самый момент, когда тебе стоит скачать Крампо Мобайл Блэк Раша по первой ссылке в описании совершенно бесплатно на любое андроид устройство. Да, в отличие от Фортнайта, данная игра великолепно оптимизирована и ее потянет даже самый древний андроид. Сама установка займет не более одной минуты и требует от тебя не более двух кликов. Не все же время играть только в один Фортнайт. Надо иметь какое-то игровое разнообразие, но Крампо Мобайл Блэк Раша великолепный способ расслабиться после напряженной игры в Фортнайт арену, ну или просто поугарать с друзьями. Также, если именно ты хочешь поиграть в Крампо Мобайл Блэк Раша вместе со мной, то обязательно добавляйся в нашу беседу, группу канала ВКонтакте, ну или на наш Дискорд сервер. Ссылку на это все ты сможешь найти в описании. Именно там ты сможешь найти меня, мы обязательно спишемся и обязательно вместе поиграем. Я, кстати, в основном играю на Лайм сервере. Также не стоит забывать, что теперь я читаю именно трех пользователей, которые первые оставили комментарии под последним видео. На этот раз огромное спасибо Сейдену, Славе и Верику, очень рад, что смотрите мои видео первыми. Ну а если ты хочешь пополнить данный список, то обязательно комментируй одним из первых мое следующее новое видео на канале. Ну а для этого нужно обязательно подписаться и включить уведомления о новых видео. В общем, надеюсь, вы меня поняли и теперь давайте все-таки приступим к разбору новой графики в Крэмпо Мобайл Блэк Раша, которая придет нам с новым грядущим обновлением. Покажу вам, как она выглядит на самом деле и что за ней по-настоящему скрывается. Ну и напоследок ее принцип работы. Погнали! Ну, во-первых, хочу поставить условия, при которых я делал свои подсчеты. Решил, для примера, взять типичного адекватного игрока. Наш игрок ежедневно будет тратить чистых два часа только на игру. У него будет обычный аккаунт, то есть без всяких випок. Он будет соблюдать правила РП и не юзать всякие промокоды. В общем, реализм зашкаливает. В первый день после того, как он заспанился на нашем сервере, то, скорее всего, за два часа геймплея он сможет заработать не более 60 тысяч рублей. Да, учитывая зарплату на начальных работ, я думаю, за два часа это достаточно нормальная сумма. Зато наш игрок сможет достичь третьего уровня игры, получить права и даже, скорее всего, купить себе первый автомобиль. Да и вообще, если просто взять обычную работу грузчика и работать там сплошь час, то ты примерно будешь за один час получать там около 30 тысяч рублей. Соответственно, за два часа получается около 60. В принципе, таким образом и можно посчитать, просто фармя себе 1 миллион рублей на данной работе. Если так и считать, то это займет около 16 дней геймплея, если учитывать, что в день игрок будет играть всего лишь два часа. Но этот сценарий слишком примитивный и неинтересный, поэтому будем учитывать прогрессию самого игрока. Если учитывать, что за первый день он смог получить водительские права и заработать третий уровень, то на второй день он сможет найти себе работу поприличней. Например, работу водителя автобуса. Если учитывать среднюю заработную плату на работе водителя автобуса, что составляет примерно за 15 минут ты получаешь 20 тысяч рублей. В общем, если сложить все плюсы и минусы, то на второй день его будет капитал составлять не более 160 тысяч рублей. Если мыслить таким образом, то примерная прогрессия нашего игрока за один день будет увеличиваться в 2,5 раз. То есть, грубо говоря, каждый день его капитал будет превышаться на 150%. Но если считать таким образом, то на следующий день он должен заработать около 400 тысяч рублей. И таким образом, уже на четвертый день игры в Крампомбайл Блэк Раша, его капитал будет составлять ровно 1 миллион рублей. Итого у нас получается целых 8 игровых часов в целом. При этом это, конечно же, учитывая чистый геймплей, то есть чистую работу и чистую прогрессию самого игрока. То есть, без всяких развлечений на сервере и других вещей, которые могут его отвлечь. Ну а если учитывать еще и отвлекающие факторы, то, скорее всего, 1 миллион рублей вы сможете заработать, играя одну неделю. Или 14 часов чистого геймплея. Вот такие забавные цифры у нас получаются по итогу. Огромное спасибо вам за просмотр этого видео. Если ты досмотрел этот ролик до этого момента и до сих пор не поставил лайк, обязательно сейчас же это исправь. Я старался. Также пиши в комментариях, что именно ты думаешь по этому поводу, будет очень интересно узнать. Ну а по традиции с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego.